Коллеги, всем добрый день. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел оперативку по видеосвязи, находясь в Москве. Начал с хорошей новости. В столице озаботились судьбой МГТУ. Проект перезагрузки нашего Мурманского государственного технического университета вышел на федеральный уровень, на новый уровень. Произошел набор преобразований в самом университете. И в ближайшее время наблюдательный совет университета возглавит Денис Валентинович Мантуров, министр промышленности Российской Федерации. Человек, родившийся в городе Мурманске, мурманчанин. И человек, отец которого очень много сделал для города. Затем участники совещания перешли к насущным вопросам, в том числе о подготовке к зиме. Тепло на социальных объектах региона появится уже на этой неделе. До наступления холодов нужно прогреть больницы, школы и детские сады. К этому практически все готово, однако есть вопросы по микрорайону Мурманска-Росляково. Из-за ремонта трубы на котельной там до сих пор нет горячей воды. Решить проблему обещают до конца недели. У нас по тому графику, который был сформирован по итогам посещения объекта вчера поздно вечером, завершение работ по трубе в четверг 27-го числа. С учетом планов по запуску отопления 28-го. Ну, значит, сразу могу сказать, объект серьезный, мы к нему серьезно готовились, поэтому я вас в среду проинформирую о том, кто из руководителей по этому направлению понесет ответственность. Еще одна тема совещания – выполнение национального проекта безопасной и качественной дороги. Как сообщил министр транспорта области Артем Гришин, на региональных трассах ремонт завершен полностью. А вот по улично-дорожной сети областного центра остались вопросы. При сроке исполнения 1 сентября в целом работы завершены едва наполовину, капремонт на четверть, а асфальтирование тротуаров всего на 2%. В среду я вас жду по дорогам с конкретным набором, во-первых, по решениям, по объектам, просчитанными и с конкретными фамилиями, которые в администрации города перестанут работать. Помимо этого на совещании были подняты вопросы подготовки школ к новому учебному году, исполнение плана «На севере жить в отдельных муниципалитетах» и работы портала «Наш Север». Роман Войнила, ТВ21+.